Дэлитл ушел, Артур остался. Я порой слышу, как они просто смеются. Нужны мне слайды. Психологические компоненты, которые приводят к принятию решения, она не может быть заменена искусственным интеллектом тела. Акционер, он был боксер. Не хотелось бы, чтобы какие-то неприятные, но талантливые люди к нам попадали. В этом эпизоде я беседую с Александром Аванесовым, управляющим партнером Артур Консалтинг. Мы обсудим с Александром, почему управленческий консалтинг в России сегодня открывает даже больше карьерных перспектив, чем 5 лет назад. Обсудим также, чем Артур Консалтинг отличается от других консалтинговых компаний и как в Артур Консалтинг попасть. Меня зовут Виктор Игуленко, и вы смотрите канал ФЛЕС. Поехали! Александр, расскажите какой-нибудь ваш любимый проект. Я с ним вспомнился старый проект. Такая проблема. Менеджмент не мог с акционером принять решение. А более того, менеджмент вообще даже не понимал, чего акционер хотел. Акционер, он был боксер. Он был такой боксер. Он, значит, собирал, вот так, бил себя в груз. Мы должны всех порвать. Новый продукт. Они делали кровельный материал. Всех порвать! Кого порвать? Что порвать? Они такие боялись задавать ему вопросы. Они не очень понимали, что же это реально? Как порвать? Это что значит? Ну, хорошо. Меня бы попросили как-то так перевести с языка акционеров на язык менеджмента. Вот мы сели с акционером, и вот такое интервью получается. Хорошо. Порвать. Да, на сколько частей? Кого конкретно рвем? Да? Какие кладовые прячем? То, что мы рвем. Ну, вот мы садимся и вот рассказываем. И получается такая карта. Пишем, значит, порвать равно это. Значит, вот мы пишем определение. Дальше еще что-то, да, сделаем, значит, занять такую-то цель. Это цель, это вот такая. Да, вот мы это разложили, разложили. Вот до сих пор я получаю от них благодарственные письма. Уже прошло, там, больше 10 лет. Они стали большой, известной компанией. То есть они в итоге порвали все же, кого акционер хотел? Порвали, да. Я думаю, что порвали. Я уже потом, конечно, на протяжении уже этих многих лет, которые с того момента прошли, не мог отслеживать реальные KPI, которые мы там рисовали. Но, судя по внешнему антуражу, они, безусловно, стали лидерами в своем сегменте. И этих целей добились. Интересно, а изменилось ли как-то общение между сайтом директоров, вот этим боксером, акционером и менеджментом? Как-то они стали лучше друг друга понимать, когда выяснилось, что было недопонимание, кого рвать? Ну, конечно. Это же есть. Вот цель этого упражнения – это сделать некий документ, который под подпись. Я не про документ. Не про то, что один раз поняли друг друга, а про то, что начали совсем по-другому разговаривать и коммуницировать. Начали, например, боксер подробнее рассказывать, что он подразумевает под боксерскими своими терминами. Начали менеджмент спрашивать подробнее, чтобы не все время на вас полагаться. Ну, да, да. Но я им об этом сказал, и ему тоже аккуратно это намекнул, что нужно... Я ему сказал так. Ну, вот ты их позвал, вот это все это наговорил, он очень эмоционально говорил, а потом пусть они принесут тебе бумажку на подпись, где они напишут то, что они поняли. Скажешь, да, вот это то, что я имею в виду, или нет, вот это надо подправить. Сначала итерации было три, они мне говорили. То есть не угадывали. Угадай эту мелодию там с шестиной, с пяти. Не угадывали. Но потом постепенно все наладилось. Они сразу приносили то, что почти уже им нравилось. И он, ну да, ну вот все правильно. А потом уже они стали со слуха воспринимать. О, прикольно. То есть действительно коммуникация изменилась. Не только KPI вы поставили, но и научили их друг друга понимать. Дали механизм понимания друг друга, скажем так. Я думаю, что так. Как изменился Артур Консалтинг после 22 года? Мы были Артур Делитл, Россия. И, соответственно, Делитл ушел, Артур остался. Начнем с этого, да. То есть у нас действительно сохранилась преемственность. Мы готовы вернуться. Мы работаем по стандартам Артур Делитл. И, в общем-то, какой-то сценарий не исключаем, что мы вернемся. Теперь что такое Артур Делитл? Артур Делитл – это такой глобальный бутик. Глобальный бутик. И в этом смысле, вот мне, например, это было важно, когда я в 2018 году открывал российский офис Артур Делитл. Я хотел иметь все-таки компанию, которую можно обозреть. Артур Делитл – это 120-130 партнеров, где там полтора тысячи сотрудников по миру, 50 с лишним офисов. То есть это машинка консалтинговая. Но все-таки это обозримая такая картинка, которую ты можешь понять. За два года я выучил всех партнеров, я понимал, кто что может делать. И вот это такая вот компания была, да, такой премиальный глобальный бутик. Позиционирование Артур Делитл – linking people, technology and strategy in technology-driven industries. И это, в общем, осталось. Это мы, это остается. Нам это позиционирование нравится, мы его продолжаем здесь развивать. Артур Делитл с 1886 года существует. Я всегда делал какие-то, ну, какие-то интересные фишки, интересные такие проекты, исследования. Ну, вот, например, опять же, поскольку такой глобальный бутик, нам удалось поучаствовать и в исследованиях глобальных, и в международных проектах. Не у всех наших коллег, кто в международных компаниях работал, такая возможность была. Российские офисы часто довольно локально изолированы. Вот в Артур Делитл мы реально были вовлечены, была коллаборация, была у партнеров мотивация развивать общую компанию, поскольку все партнеры Артур Делитл – это акционеры одной компании. А мобильность между офисами была у консультантов, менеджеров? А в том-то и дело. Да, я как раз и говорю, что вот эта коллаборация, она была. Если какой-то офис развивался не очень активно, партнеры это видели, говорят, надо им помочь, давать их вовлечем в такие проекты. Поэтому мы участвовали в проектах в Японии, на Ближнем Востоке, в проектах в Европе очень много участвовали, в меньшей степени в Америке, ну, в силу в том числе неких логистических вещей. Ну, какие проекты? Например, в будущей авиации до 2035 года мы участвовали в таком проекте разработки. Понимание, как будет авиационная индустрия учитывать, кто будет больше зарабатывать, какие технологические тренды там. И это на глобальном уровне? То есть будущее не региональной авиации, а глобальной? Глобально, да. Вся авиация на глобальном уровне. Или вот очень сильная лаборатория мобильности в Брюсселе, в Art2Del. Мы участвовали в проектах для городов по разработке каких-то интегральных платформ мобильности, где люди будут выбирать маршруты, там всякие критерии, все виды транспорта там, внутри, вот в этой платформе. Такой мобиль, это это сервис, где Art2Del чемпион мира. И вот мы участвовали в проектах и в Париже, и в Дубае, и в Токио. Очень было интересно. Цифровая трансформация стран различных. Вот Art2Del сделал с Huawei вместе исследование по двумстанам странам, как страны проводят цифровую трансформацию, с какими страновыми особенностями это связано, и какие из этого нужно делать выводы, чтобы правильно делать трансформацию в своей стране. Вот мы делали по России, по Казахстану, по Узбекистану. Ну, проекции в нашей части были, мы это давали в глобальные исследования, и, в общем, здесь мы тоже обучали даже российских чиновников, вот как по методике Adel Huawei, такие трансформации проводить. Трансформация немецких железных дорог, покупка в Алма-Ате аэропорта, тоже мы участвовали как в Дю Дилиженс проект. Ну, в общем, очень интересный проект, реально. Ну, в общем, разная мобильность – это сильная сторона Артур Делитл была, и, видимо, Артур консалтинга осталась. Да, да, безусловно. Мобильность, слово правильное, оно дает и драйв такой, и показывает на какую-то технологическую компоненту здесь. Но все-таки, что еще важно, что сохранилось, что было и есть, это такой премиальный консалтинг с человеческим лицом. Ну, что такое премиальный консалтинг, здесь можно, конечно, задать вопрос, поспорить, мы считаем, что это решение разнообразных сложных задач. Вот реально, премиальный консалтинг, он может решать и операционные задачи, и стратегические задачи, и с цифрой. Вот все вот это такой треугольник, задачи любого уровня сложности, от стратегии страны, региона или какого-то большого холминга до операционной эффективности систем логистики, где мы занимаемся, не знаю, как работает логистический фрагмент, непосредственно на предприятии или там в порту. А что такое человеческое лицо? Ну вот консалтинг такая часто у ребят молодых ассоциируется с машинкой, которая выжимает из тебя соки, работа ночами, 14-16 часов. Я через это все прошел, в консалтинге уже давно, почти 30 лет, скоро будет. И я такого не хочу как раз. И в Артур Длиттл этого не было, и в Артур Консалтинг этого нет. То есть мы уважаем лайф-баланс, ребят, какую-то возможность еще что-то делать помимо работы. Вот у нас такая дружелюбная атмосфера, у нас очень активная социальная жизнь. Поэтому вот это человеческое лицо, мы его приветствуем. Как вам удается управлять work-life-балансом людей, учитывая, что вы делаете премиальный консалтинг, это означает, что вы отвечаете за результаты, это означает, что вы пашете, видимо, много, но не меньше, чем другие. Ну вот можно пахать много, а можно пахать эффективно и производительно. Это вообще на уровне ментальности, если ты ставишь цель создать компанию, которая работает эффективно, производительно, а не много. Я не могу сказать, что у нас не бывает работы по выходным или не работы вечерами. Все-таки мы понимаем, что не это и есть целевая модель. Если же это возникает, мы людям платим. Работу выходным мы платим в двойном размере. Подчеркиваю тем, что это не нормально, а некая все-таки экстраординарная ситуация. Теперь следующий момент. Вот этот треугольник, который я уже назвал, и хочу еще раз его подчеркнуть, вот стратегии, операции, инновации. Инновации, вот эта цифровая повестка, она налагает на стратегический аспект вопрос, а какие модели в этом мире теперь востребованы. На операционный аспект, а как какую-то линейку процессов оптимизировать таким образом, чтобы за счет цифровых технологий эффективность этого процесса была лучше, выше намного. Процесс не поменялся, но эффективность его намного выше становится. Соответственно, вот мы этот треугольник поддерживаем. Какие индустрии? Конечно, Артур де Литтл, он во всех индустриях работал абсолютно, но у каждого офиса была определенная специализация, какая-то, у кого-то сильнее одно, у кого-то другое. У нас мы работаем в транспорте, все сегменты. Это городская мобильность, ЖД, авиация, логистика, автомобильный сегмент. То есть везде практически мы работаем. Может быть, чуть меньше в портах, но все остальное мы покрываем. Дальше это промышленность. Второй большой сегмент. Там тоже много разных подэлементов, субсегментов. Мы преимущественно работаем здесь с сегментами, где есть частные акционеры, частный бизнес. Просто в силу того, что более востребованное инновативное решение, инновационное, какая-то мотивация на достижение реальных результатов. Это что такое? Металлургия, это антихимия, это целлюзобумажная промышленность. Вот такого плана вещи. Например, электроэнергетики мы тоже можем работать, но сейчас она вся становится государственной, частной компанией. Как в Артур-Литте мы работали, как в Артур-Консалтинг. Нет такого большого количества именно частных компаний, с которыми можно работать. Хотя с точки зрения компетенции они у нас есть. Третий большой сегмент. Это мы его называем Тайм. И в Артур-Дритте он номер один вообще. Это такой конвергентный кластер отраслей, Телеком, Информэйшн, Мидиа, Электроникс. То есть это и IT-компании, и телеком-компании, естественно, классические, которые очень конвергируют во все это дело. Медийные компании. Ну и компании, которые по электронику. Занимаются электроникой. Вот это такой вот кластер. Но мы не можем не работать с ним, потому что ВД – это номер один, и, соответственно, мы его тоже здесь поддерживаем. И четвертое направление, которое мы воссоздали здесь в Артур-Дритте, он тоже есть. Это инвестиционное. То есть это M&A, поддержка процессов слияния, поглощения, сделок, buy-side, sell-side. Думали, что, может быть, этот рынок как-то вообще будет утихать, но ничего подобного. Более того, в каком-то смысле есть даже и бум. Сделки происходят, и это не только сделки по подвисшим активам, в связи с тем, что международные компании ушли, и надо как-то с этими активами разбираться. Есть здесь такой стрим, многие компании, у них подвисли транши, финансирование. Они были одной ногой в том периметре, другой ногой в этом периметре. Как это все теперь скомбинировать с учетом геополитической ситуации, как сохранить эти финансирования, как его, может быть, найти в этих реалиях. В общем, есть вопрос, есть кому помогать. Поэтому здесь мы тоже работаем. У нас есть в планах запуск еще целый ряд других практик, где Артур Дриттл был силен. Скажите, какие практики? Банковская практика и финансовая практика. Мы одной ногой, в общем, здесь, поскольку оперативный финанс это часть финансовой практики, но это все-таки специфическая ее компонента. Финансовый сектор это крупнейший с точки зрения консалтинговый сектор, поэтому здесь надо определенные инфраструктурные нам решения принять. Что такое в консалтинге инфраструктурные решения? Нам нужны люди, синерс, партнеры или принципиала, директора, которые обладают этими компетенциями. Что это? Партнерский бизнес-консалтинг. И здесь те практики могут развиваться, где есть партнеры, принципиала, которые их могут развивать с отчетом своих компетенций. Также мы думаем о хорошей практике в Art of the Little это healthcare и life science, медицина в современном обраблении. Такой специфический, но очень интересный рынок, специфический в России имеется в виду, как раз он немножко здесь в контрпозиции с моим тезисом о том, что мы работаем с частными клиентами, преимуществами, но тем не менее частный сектор здесь тоже есть. Ну и в конечном итоге мы не гнушаемся работать и с госсектором тоже. Поэтому не то, чтобы мы совсем, например, в городской мобильности понятно, что заказчиков достаточно много. Именно города, в общем-то, это представители тоже государственного сегмента. Поэтому мы можем тоже с ними работать в определенных ситуациях. И я думаю, что чем дальше будем развиваться, тем больше у нас здесь синергии с ними тоже будет. Ну и про географию, наверное, можно сказать. Это сильно изменилось. Мы были частью глобального мира. Это было очень, очень незабываемо. Здорово было всем дружу. Было здорово, да. Но теперь мы дружим в рамках какой-то определенной такой геополитики, географии дружественных стран. В Казахстане у нас хороший бизнес есть. Мы думаем про Узбекистан. Клиенты в Узбекистане у нас есть. Я говорю именно об открытии офиса с уже сотрудниками какими-то, непосредственно находящимися там в этих офисах. В Казахстане у нас такой офис открыт. Кстати говоря, мы набираем туда сотрудников. Не только в российский офис, но и в Казахстанске. Вот по Узбекистану решаем. И еще есть несколько стран, над которыми мы думаем, где такое тоже возможно. И международный вектор в определенном ракурсе тоже у нас будет. Что реально отвалилось с учетом вот этой ситуации, когда мы перестали быть глобальной компанией? Главная, конечно, потеря – это первая knowledge sharing, обмен знаниями, база знаний, потому что раньше мог зайти в глобальную базу, все найти быстро. То есть сейчас, конечно, этого нет. Программа обучения. Очень классная была в ADL программа обучения. Был специальный сервис провайдер. Ему дали все задания, что они должны покрыть. Они для разных грейдов разработали программы в хороших локациях, на Мальюрке. Там, например, ребята со всего мира приезжают. Тусовка, социализация, общение плюс обучение. Но сейчас, конечно, такого мы не можем предложить. И мы заново создаем эту программу. Где-то у нас половина мы читаем сами, те люди, которые внутри есть. Половина – это внешние провайдеры, которые определенные вещи закрывают, которые мы сами прочесть не можем. В этом году мы сверстаем эту программу уже и в следующем году она будет работать как уже в хорошей программной сетке для того, чтобы люди, которые к нам приходят, могли быстро обучаться. Сколько сейчас человек в офисе Артур Консалтинг в России? Сейчас у нас профессиональный состав 40 человек. Это уже больше, чем до СВО. До СВО у нас было 30. Как вам это удалось? Если смотреть спрос и предложение, спрос несколько просил, опять же, временно. А предложение просило существенно. Особенно в этом премиальном сегменте. Поэтому в любом случае, если смотреть баланс спроса и предложения, в общем-то, те консультанты премиального сегмента, которые остались, они выиграли. Как, на ваш взгляд, рынок изменился с 2022 года и какие сейчас тренды вы видите? Один тренд, я уже сказал, но он такой локальный. Если посмотреть все-таки на картинку глобальной, даже не с учетом СВО геополитики, а в принципе, что вообще с Консалтингом будет. Тренд, который в Консалтинге сейчас происходит, это увеличение значимости этой психологической компоненты. Ведь дело не в том, чтобы просто посчитать. Дело не в том, чтобы доказать какое-то решение. А дело в том, чтобы убедить в любом случае людей, потому что какие бы ты организации не обслуживала, это люди, делать эти решения, воплощать их в жизнь. Ничего нет хуже для консультанта, чем понимать, что значительная часть работы, команды, воплощенная в каком-то ярком отчете, лежит на полке и не реализуется. И вот психологическая компонента, которая приводит к принятию решения, она не может быть заменена искусственным интеллектом. Я сам математик, прикладной, когда приходил в Консалтинг, я тоже думаю, мы сейчас такие схемы будем делать, какие-то вот модели. И ребята молодые, которые приходят, они тоже имеют вот этот флёр, вот эту иллюзию, вот матрицы давайте порисуем, давайте что-то посчитаем, как-то вот такие красивые, яркие диаграммы сделаем, всего они этого хотят. И не всем нравится иногда то, что вот нужно значительную часть усилий потратить не на диаграммы и красивые картинки, а на то, чтобы убедить людей принять какое-то решение, которое где-то за рамками, или вернее, которое апоксимируется этими диаграммами, но не исчерпывается. Понятно, что это работа старших, синир людей, партнёров, директоров, но в нашем консалтинге у нас все участвуют во взаимодействии с клиентом, все, даже стажёры. Вот эта часть, она остаётся. Нужны не слайды, а решения, то есть нужно доводить до конца. Вот мы, например, если мы ещё что-то делаем, у нас там больше, значительная часть проектов, она связана с какими-то IT, с цифрой, но мы доводим это до кода, то есть мы решение придумываем и передаём потом IT-компании, которые уже кодируют алгоритм, на базе которого они могут кодировать. Вот только что вчера у меня у клиентов в пятницу была встреча, когда они начинают задавать вопросы, мы не можем, мы не можем понять это, потому что нам нужно это вот так-то расписать, вот так-то вот расписать. То есть это нужно довести до момента, когда это можно просто взять и кодировать. И я думаю о том, что может быть у нас будут даже свои люди, которые будут кодировать и какие-то вещи делать. То есть сейчас мы взаимодействуем с IT-компаниями, но, наверное, такие IT-архитекторы могут у нас в обозреваемой перспективе появиться. Что ещё изменилось? Я бы так сказал, а вот в связи со всей этой историей прошлогодней, ушёл хайп в консалтинге, а осталась суть дела. То есть людям нужны реальные вещи, да, вот просто для хайпа, для какой-то большой отчёт. Вот этого сейчас стало меньше. Осталось, но меньше. А вот суть, когда нужно сложную задачу решить, не понятно, выходить ли в Китай, или там выходить в Турцию, да, или там, не знаю, как с учётом всего, что отловилось, перестроить свой продуктовый ряд и вообще вырасти от этой ситуации, а не просесть. Как вы думаете, а какие индустрии будут расти, которые будут нуждаться в премиальном консалтинге в России? Все абсолютно растут, только, может быть, с разной скоростью. Вот мы иногда проводим такие сравнения. У нас есть специальный такой метод анализа конвергентный, как перетекают отрасли из одной в другую. Понятно, что телеконы утекли, куда только они могли бы не утечь, и в медиа, и в электронике, то, о чем мы говорили, там, IT и так далее. Но если мы возьмём очень консервативные сектора, ту же самую энергетику, в которой раньше был такой бизнес, мы построили станцию, мы сидим нормально, у нас тариф, ну, всё шоколадно. Но в действительности никто не может быть сейчас спокоен, потому что, понятно, что и возобновляемые источники энергии забирают часть, и сбыты энергетические забирают, туда идёт переток ценности. Ещё, там, не знаю, 10 лет назад сбыты в России энергетические, это были такие компании, которые сидели на денежном потоке, они собирали с потребителей деньги и передавали это реально тому, кто произвёл тепло, электроэнергию, вот на этом марже они жили. Теперь сбыты это те компании, которые имеют доступ к потребителю, они могут делать профиль потребителя на базе больших данных, за профиль потребления какого-нибудь домохозяйства, что он там потребляет и что ему можно поставить с точки зрения бытовой техники, какая-нибудь компания-производитель бытовой техники готова большие деньги предложить и так далее. То есть, очень сильно меняются вот эти вещи, никто от них абсолютно не застрахован и все находятся вот в этом понимании, что границы их рынка сламываются, переток происходит очень активно в другие сектора, надо этим заниматься. Так что, здесь будут расти все, но, конечно, только те, кто смогут перестроить свои модели. Потому что, если ты не перестраиваешь свою модель в соответствии вот с этими тенденциями, то здесь ты расти не будешь. Модель, видимо, нужно перестраивать все время и перманентно. В том смысле, что все время обменяется теперь что-то и все быстрее. И ты не можешь остановить перестройку. Да, все верно, но нужно успевать все-таки монетизировать то, что ты построил. То, что ты построил, она должна монетизироваться, а рядом ты уже строишь новое. У нас в Artur Delittle, и мы здесь продолжаем тоже эту традицию, было такое понятие амбидекстер. Модель амбидекстра, она пришла из проблематики, связанной с головным мозгом. Правая и левая рука, одно полушарие за креативность, другое за производительность. И ценные люди, кстати, эроконсультанты, это вот реально амбидекстеры. Они должны быть и стратегические и операционные вещи, быть инновационными, но в принципе быть в состоянии делать операционные проекты и в принципе делать любой проект на хорошем операционном уровне. Но для бизнеса это тоже актуально, потому что с одной стороны тебе нужно монетизировать старое, вот эта вот операционная машинка, ты выжимаешь из нее соки то, что ты построил, а с другой стороны ты пристраиваешь вот эту инновационную вещь. Ну это как, то есть у нас такие тоже проекты были, CarVault, как-то Legacy компания взаимодействовать с инновационной компанией, стартапом. Это очень сложно, когда ты едешь в лифте, ты едешь такой в белой рубашке, в костюмчике, а не в шортах и в тапочках. И вот все это в рамках общекомпортивной культуры замешивается и довольно непросто отстраиваться. Но это нужно делать, потому что вот этот амбидекстер это залог успеха. Тебе нужно сохранять свое Legacy, текущую модель, и второе, пристраивать вот этот инновационный. Вот ключ к успеху. У стратегического консалтинга сейчас есть перспективы в России, потому что много людей ушло, а проекты никуда не ушли и даже начинают новые расти. Но вот расскажите все же, пожалуйста, еще про перспективы людей, которые пойдут в стратегический консалтинг. Потому что раньше для многих привлекательность стратегического консалтинга была в том числе потому что международные проекты, возможность пойти учиться на MBA и тому подобное. Сейчас, очевидно, эти вещи несколько подугасли в разной степени. Если сейчас продавать человеку, начинающему свою карьеру, идею работы в консалтинге, как бы вы такую идею человеку продали бы? Консалтинг это решение сложных, креативных, разнообразных задач. Это вот прям прелесть такая фишка. Это очень широкие кругозор. Сегодня одна задача, завтра другая задача. Это стимулирует такую мозговую активность, не дает тебе расслабиться, постоянно в тонусе держит. Это точно не скучно. Вторая компонента это консультанты, это как правило, как правило, это умные, веселые, не все, но все-таки веселые, жизнерадостные люди в большом количестве, это счастье. работать среди умных, жизнерадостных людей. А, кстати, тоже вот у меня open space за моим кабинетом, я порой слышу, как они просто смеются, кстати говоря, это тоже. Вот у нас во рту делитов, да, было здорово, было здорово, но прямо такого смеха я не отмечал, а здесь просто реально они смеются, несмотря на тяжелую ситуацию, на какие-то стрессы, они смеются. Быть в этом коллективе, я не говорю, обязательно даже в нашем коллективе, а любая хорошая консультантная компания, это быть в коллективе ну реально хороших, интересных, ярких людей. У нас еще здесь, как я уже говорил, еще и корпоративную культуру, я ее выделяю, потому что бывает консультантная культура жесткая, люди умные, жизнерадостные, но там жестко очень, у нас не так. Вот интересно как раз, что вы сказали, консультанты веселые люди, многие, и они смеются там, вы слышите в open space, это этот аспект, который я не слышал от других консультантных компаний, и скажу даже не особо-то в McKinsey наблюдал, понятно, что да, все такие энергичные, целеустремленные, но я бы не выделил как такое общее черто жизнерадостность и веселость. Любопытно, что вы это выделили. у нас это есть, и мы этим дорожим. Ну и далее, если ты поработал в премиальном консалтинге, ты будешь востребован на рынке, однозначно. Ты можешь сделать карьеру в консалтинге, это сложный путь, дойти до партнера и стать реально владельцем бизнеса, известным человеком в какой-то области в консалтинге, ну и в реальном секторе, если кто-то потом все-таки решит продолжить карьеру в реальном секторе после премиального консалтинга, это всегда не только возможно, но и несложно. Ты всегда будешь востребован твои проекты. Если у компании интересный портфель проектов, и ты участвуешь, то потом эти проекты они говорят сами за себя. Да, и кажется, что сейчас это не только несложно, а даже легче, наверное, чем лет пять назад. Вот, кто бы мог подумать, потому что лет пять назад до СВО людей, экспертов было больше в России. Многие те, кто обучились в консалтинге раньше, работали уже в реальном секторе, а сейчас же они многие уехали. И нехватка сильных квалифицированных кадров, она чувствуется, и не только в консалтинге, но и у клиентов. Поэтому кажется, что сейчас как будто бы есть вот эта возможность чуть ли не из конца девяностых, начала двухтысячных, когда, будучи консультантом, ты можешь быть уникальным человеком у клиента. Людей с твоим опытом уже не так много, они разъехались, и реально можешь расти. Вот это, кажется, может быть клевый экзит для человека, который в консалтинге не захочет всю карьеру проживать. Действительно, много людей уехало, объективно. А нам, как консалтингу, как сектору в целом, это дает возможность отбирать вот эти таланты, воспитывать их, давать им возможность широкого кругозора и в каком-то смысле подготовить вот эту вот кадровую элиту для того, чтобы она могла работать, могла работать совершенно в разных условиях. Не только в консалтинге, но если ты потом ушел в реальный сектор, ты уже подготовлен после консалтинга, ты можешь там выполнять более качественные эти функции. Мы с вами поговорили про перспективы консалтинга в целом, они есть и есть рост, и почему в консалтинге в целом клево работать и начали уже затрагивать на самом деле Артур де Литл, потому что вот эта тема с веселостью, она, на мой взгляд, не является чертой всех консультантов, но, похоже, она является чертой Артур консалтинг. Расскажите, пожалуйста, есть ли еще какие-то вещи, какие-то уникальные особенности Артур консалтинг, которые могли бы быть интересны кандидатам? Она, получается, вот эта фраза состоит из двух частей. Это яркие проекты, которые формируют в целом образ компании и для людей формируют ну вот, что ли, вот эту среду, в которой они могут почувствовать, где они могут почувствовать свою причастность к чему-то тоже яркому. Потому что, конечно, все хотят быть причастны к чему-то яркому. А второе, это уже вот эта часть человеческого лица. Я чуть позже сейчас тогда про нее скажу. Ну, про яркие проекты, ну, вот, например, что такое привести, чтобы не нарушить какие-то вот этические, какие-то моменты конфиденциальности. Ну, вот мы, я сказал, что мы работаем с городами. Вот мы сейчас для одного из городов завершили очень интересный проект по разработке такого скоростного каркаса общественного транспорта. То есть мы смотрели всю систему в целом. Это и общественный транспорт, и микромобильность, и парковочную систему, там, грузовую логистику. Все в городе. Но, конечно, для решения главной задачи, а именно деавтомобилизации, то есть уменьшение количества личных автомобилей, необходимо работать с общественным транспортом. То есть необходимо, чтобы общественный транспорт был качественно лучше, выше уровнем. Поэтому вот мы смотрели, что здесь можно сделать. Вот транспортный каркас, такая система скоростных коридоров, где ты можешь туда добраться и очень быстро передвигаться. Скорость – самый важный фактор для людей. Это точно выход уже в следующую лигу. Поэтому вот мы строили этот проект, этот каркас, какие коридоры в него войдут, какие там будут метро, автобусы, трамваи скоростные, как они будут переключаться между собой, какие будут транспортные садочные узлы, какая масса корреспонденции будет. То есть мы такую транспортную модель делаем, откуда люди едут, где они живут, где они работают в места притяжения. Вот как должны работать коридоры из красного транспорта, чтобы была зеленая волна. И вот наши партнеры, с которыми мы в компании Степа делаем такие проекты, они делают отдельно, прямо-таки описывают коридоры непосредственно, которые можно потом про это смертную документацию делать. То есть вот опять сверхнело до самого нижнего. Это город, это прямо можно увидеть, как это будет через несколько лет, как уменьшится количество личных автомобилей и как улучшится экология города, в том числе там множественные будут эффекты. Вот такой вот пример. Далее вот, например, мы делаем сейчас цифровую трансформацию и делаем проект по отбору проектов цифровых для промышленной компании, которую они реально потом будут делать. Или мы делаем имитационную модель развития инфраструктуры для компании и вот то, что я говорил, для кода. Мы придумаем концепцию этой модели и потом пишем алгоритмы, передаем их в эти компании, они уже кодируют. Ну и так далее. То есть, это такие яркие интересные проекты и не обязательно коммерческие, кстати говоря. У нас есть некоммерческие проекты разные. Например, мы сейчас с некой театральной школой студии работаем и делаем им стратегию. То есть, это вот такие... Но здесь я уже перехожу ко второму человеческому лицу. Это очень высокая социальная активность. У нас проходят и стратегические игры. Вот недавно две стратегические игры прошло с внешними провайдерами. И какие-то такие кооперативы у нас было и регата, и гольф, и керлинг. В клуб 16 тонн мы идем. Ну то есть, это все... Я все говорю про Артур Консалтинг. Не Артур Делитл, а вот именно это последние полтора года. То, что я перечисляю. Это хороший офис. Мы сейчас смотрим новый офис, потому что в этом офисе мы уже не умещаемся. Хорошие локации. Ну это прикольно. У нас есть целое лобби, которое не хочет никуда переезжать. И говорит, оставьте нам здесь. Нам здесь очень нравится, натрудно и так далее. У нас система менторства, поддержки ребят, их ростик, когда они приходят. У каждого есть ментор. Он снимает с него, насколько он доволен, недоволен, как ему добиваться целей, которые он поставил карьерных, помогает ему советом. У нас гибридный режим работы. То есть это действительно есть офис, но ты можешь работать удаленно. Кому это нравится больше в офисе, кому это нравится больше удаленно. И возможно такой вариант, и это тоже очень большое преимущество для многих. Совсем прям удаленно все-таки, но только если это в зарубежном офисе, понятно, многие проекты, если они участвуют, у нас тоже из казахстанского офиса ребята участвуют в московских проектах и в российских проектах. Там можно работать удаленно, но все-таки преимущественно у нас такой именно гибридный цикл. Ну и также, наверное, вот к этому тезису я сейчас вернусь, если говорить про артру консалтинга и как продать это потенциальным кандидатам. Все-таки я считаю, что, несмотря на то, что у нас геополитическая ситуация как-то вот эту международную компоненту исказила, скажем так, но она ее не обнулила, а более того, может быть, значимость ее возросла. Просто международный периметр будет другой, но он нужен. Мы не можем мы не Китай, который может сам у себя замкнуться, хотя он не замыкается, тоже надо дать ему должное. Мы не можем, нам нужна какая-то, какой-то блок такой страновой, где мы должны нормально выстраивать свой бизнес, и мы его, как видите, тоже выстраиваем. Поэтому вот эта вот международность, мы одна из немногих реально международных компаний, которые остались с премиального сегмента, и это важно. Это важно, мы тоже считаем это своим отличительным преимуществом. Вопрос, какие кандидаты вас интересуют и с точки зрения бэкграунда, и с точки зрения мотивации, которую вы хотели бы видеть в будущих коллегах? Я вот уже употребил это понятие амбидекстр. Оно здесь тоже применимо. Нам необходимы такие разноплановые ребята, которые могут решать разнообразные задачи. Сегодня это стратегическая задача, завтра операционная задача. Ты можешь не любить операционную задачу, но ты обязан уметь ее делать. Это еще важно с точки зрения, что когда ты даешь стратегические, верхнеуровневые рекомендации, ты начинаешь думать, как люди будут их воплощать. Опыт в консалтинге, конечно, приветствуется. Если у людей есть опыт в консалтинге, то у нас будет фасттрек. Из реального сектора могут ли люди без опыта? Были и такие случаи. Вот я как раз про это хотел спросить. Взяли бы вы человека, например, с госслужбы? У меня премьер, я живой, мой близкий друг проработал 10 лет на госслужбе. А потом понял, что нет, дальше это не хочет. Хочет все же пойти в реальный сектор работать. Ему интересно. И талантливый человек. Но при этом многие его разворачивали как раз, потому что нет опыта в бизнесе. В итоге он пробился, конечно. Добился своего, попал в консалтинг там, потом попал в технологическую компанию, и вроде все сложилось. Но путь был сложный. И в связи с этим, вот мне интересно, готовы ли бы вы были рассмотреть резюме человека с 10-15 лет на госслужбе опыта и ноль опыта в частном секторе? Как я уже сказал, у нас нет отсекающего здесь критерия какой-то секторального, что из этого сектора мы не будем даже смотреть. А вот из этого мы обязательно смотрим. Для нас важен не сектор, а именно способность человека решать сложные задачи. Поэтому мы будем его тестировать. Если у него нет опыта в консалтинге, то мы будем его более тщательно тестировать. Но это выявляется довольно быстро. Если он может решать такие задачи, он это показывает. И в интервью, на кейсах. Что бы вам было услышать важно на интервью, когда вы собеседуете кандидата, чтобы понять, вот да, вот этот человек, которого я вижу своим коллегой? Чего бы мне не хотелось. И поэтому мы часто подключаем и консультантов, и менеджеров к интервью. Не хотелось бы, чтобы какие-то неприятные, но талантливые люди к нам попадали. То есть вот человек, он может быть суперталантлив, он может, не знаю, решать сложнейшие задачи, я об этом говорил, но это еще не все. Он должен быть нормальным, таким приятным человеком, с которым пойти интересно пиво попить, поговорить, он не будет тебя подставлять, он не будет тебя расталкивать локтями на пути к какому-то карьерному росту. А вот расскажите про фид-интервью чуть подробнее, пожалуйста, вот что там за вопросы бывают, к чему вообще можно готовиться людям? Мы в этом треугольнике стратегии, операции, инновации можем и разложить ваш вопрос. Можно рассказать решение какой-то дилеммы, ну, стратегическое, не стратегическое, условно-стратегическое, ну, какая-то сложность, которая была в жизни. Выбор вуза в конечном итоге. Если он принимал решение, значит, это выбор из каких-то альтернатив. Значит, эти альтернативы он как-то составлял. Значит, пространство выбора он как-то делал. В нашей работе консалтментов это придется делать постоянно, потому что стратегия это всегда выбор из чего-то. Если вам приводят в документе написано стратегия, это вот делают раз, делают два, делают три, и непонятно, из чего мы выбирали, то я эту стратегию не считаю. Это всегда выбор. Поэтому вот из чего был выбор? Первое. Второе. Раз он выбирал, значит, были что? Какие-то критерии. Критерии были какие-то, значит, что? Ну, что за критерии? А было один, два, три, а если это противоучивые критерии, как их там взвешивали, как там их, значит, использовали в этом выборе. Второе. Третье. Третье. Ну, хорошо. Были какие-то сценарии, да, которые ты не можешь повлиять, но которые тебе нужно учитывать, потому что вот эта вот вещь, там, не знаю, сценарная, там, сколько ты баллов набрал на этих ЕГЭ, куда ты там попал, а сколько, куда подали заявление. Ну, есть там некая сценарность конкурирующих потоков, да, которые тоже на тебя влияют, и ты хотел в один вуз, но решил не рисковать, а пошел в этот, то есть ты либо в этот, ты там бьешься до конца, даже рискуешь, что останешься не у дел, либо ты как-то не рискуешь, но вот себя как-то страхуешь, да? То есть вокруг этого можно рассказать прямо некий процесс стратегического выбора, да? Ну, вот это самое простое, что можно посоветовать ребятам подготовиться и изобразить. Второе, что-то операционное, что-то операционное, ну, прям прикладное, практическое, вот до чего-то его там довели, вот он придумал какую-то идею, и он ее прямо реализовал. Ну, что угодно это может быть, да, то есть, он не знаю, макулатуру собрал, или там придумал какой-то, может быть, он где-то уже в бизнесе, и там даже попробовал, что-то придумывал, дал кому-то идею, или какой-то сделал курсовик, но этот курсовик не просто отдал и забыл, а потом он там, не знаю, работал над тем, чтобы это реализовалось, сейчас такие тоже примеры есть, не просто делаешь курсовую, а потом ты участвуешь в имплементациях этого дела. Вот это тоже интересно было бы, посмотреть, как они операционные проекты могут решать. И третье — это цифра. Работают ли они сейчас непосредственно, там, ChatGPT, Midjourney, что они, как рисуют, какие они вот эти задачки решают, работают ли они с блокчейном, может быть, где-то. Ну, с блокчейном вряд ли, с искусственным интеллектом наверняка. А с большими данными, вот что такое, вот как они используют эти большие данные, может быть, где-то или хотя бы знают что-то. Ну, да, они должны тоже что-то изобразить. Если кто-то программирует, вообще замечательно, он может про это рассказать, показать свою программу, прислать. Расскажите, пожалуйста, про стандартный отбор чуть поподробнее. Из каких этапов он состоит, к чему там готовятся люди? Какие этапы здесь? Три обязательных интервью, из которых два обязательно кейс-интервью, там, третье интервью — это может быть фит-интервью, то есть такое уже, насколько человек там по каким-то культурным параметрам и характеристикам попадает. Но как минимум два — это все-таки кейс-интервью. Если по кейсам там есть какие-то вопросы, третье интервью тоже может быть кейс. Кейс-интервью у нас тоже варьируется по сложности и сфокусированности, потому что для менеджера это одно интервью, и другой кейс, который, там, структурирование проекта, на вот упаковку этой задачи, а для аналитика на упаковку, скорее всего, а на консультанта на упаковку стрима. Спасибо вам большое за подробный рассказ. Я думаю, что люди к вам теперь продолжат стучаться, потому что мы еще и ссылки приложим к Ютубу, все посмотрят, подробнее прочитают, и желаю вам клевых новых коллег в ближайшем будущем. Спасибо большое. Мне тоже было очень приятно пообщаться, и приятно, что это получилась именно беседа, а не интервью. Я думаю, что у нас была синергия, были хорошие вопросы, и мне проще было на такие вопросы давать интересные ответы. Фит сработал. Да, удачи. Спасибо и до связи. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok